Так-так-так-так-так-так-так-так, кто это у нас тут зашел на новое видео? Всем привет, меня зовут Киргена, и я наконец-то добралась до обзора маркеров, которые я купила, наверное, месяца два назад. Ходила я в магазин за бумажкой, у нас открылась новая канцелярия у дома, где я благополучно скупаю просто, просто всё. И прогуливалась по полкам, пока они мне там собирали тонны моей бумаги. И я обнаружила эти маркеры Бруно Висконти. Почему я на них обратила внимание? Потому что у меня когда-то был ежедневник Бруно Висконти, и он был непревзойдённого качества. Честно, до сих пор мечтаю купить себе, но они довольно дорогие. Увидела такой набор. Там были наборы побольше, но я решила остановиться на маленьком. Маркеров у меня дофигища, попробовать хочется, поэтому давайте попробовать с маленьких наборов. Стоил он 328 рублей, но будем учитывать, что, возможно, где-то мы сможем найти его с меньшими наценками. Я не знаю, насколько большие там наценки. Я долго выбирала, какой же набор мне взять, и решила остановиться на осенних цветах. Красных у меня всегда не хватает. А тут ещё написано то, что их можно... Ежедневник был отличного качества, поэтому я решила то, что маркеры тоже могут быть очень даже годными. Хотя, с другой стороны, это, наверное, первая фирма, которая не специализировалась на маркерах, но решила сделать именно так. Возможно, они как раз-таки больше для введения ежедневников, хотя нас пытаются убедить в обратном. Упаковка дурацкая, к ней всё липнет сейчас. Набор для маркеров для скетчинга, 6 цветов, высококачественные профессиональные маркеры для рисования, наброска в дизайнерских работ со сменными наконечниками, заправляемые. Быстросок, сущий перманентный, нетоксичный чернил на спиртовой основе. Два наконечника. Пулевидная, 1 мм, и скошенные. Короче, долото и пуля. Ага, плотно защёлкивающиеся колпачки обеспечивают долгую сохранность чернил. Срок годности 3 года. Дата производства указана на упаковке. Маркеры безопасны при использовании под назначением. Если когда видели, дальше я не буду читать, слишком много абриветоров. Итак, тут очень странный замок. Я пыталась подсмотреть, немножечко, так, знаете, открыть и глянуть, что там у нас. Но мне не удалось. Я думаю, что мы сейчас просто повредим упаковку, потому что оно прям очень туго открывается. Ну, давайте проверим. Ну да, вот помялась сразу. Так. Так, так, так. Момент истины. Блин, они с этой штукой. Мне не нравится рисунок на них. И они скрипят. Они прям скрипят очень жёстко. Ну что, давайте их выкрасим, посмотрим. Так, по виду я ничего не скажу. Они очень гладкие, но при этом вроде бы не скользят. На колпачках есть такие не засечки, а такие пимпочки против скольжения. Чтобы открывать можно было легко. Очень большие обозначения, где какой наконечник. Но рисунок мне, конечно, не нравится. Почему он грязный? Это я его уже успела загрязнить. У меня вечно пальцы в каких-то чернилах. Что-то я сегодня нашла, что я испачкала, хотя рисовала вчера. Не помню, что. Ладно, не важно. А, очень тугие. Ну, вот такие малыши. Самый плохой расклад, если сейчас мы получим те же Мазари Темпо, Терзо, Темпо вроде, которые мы обозревали в прошлый раз. Это будет самый худший расклад. Лучший. Это мы получим хорошие маркеры, но в маленьком формате. Поэтому страшно. Но давайте уже что-нибудь сделаем с этим. У них, кстати, есть обозначение. Это очень здорово. Туда же серый GG9 написано. То есть это Green Grey 9. У нас есть наш скетчбук для маркеров, где мы с вами уже выкрашивали артистиксы, которые меня подогнали. Кстати, я ими рисую постоянно. Мне очень нравится, кстати. Поскольку мои скетчмаркеры уже начали выдыхаться, и половина из них мне недоступны. Да и потом артистикс предоставили мне такой набор, который позволяет прям-прям очень-очень круто рисовать самые разнообразные вещи. Казалось бы, набор небольшой, но он так четко дополнил то, что у меня было до этого, что он идеально просто влился, и я прям сейчас вот без проблем подбираю маркеры, которые мне нужны. Вот так вот дарят мне подарки один раз. Рекламу получают на тысячу видео вперед. Так что да, артистикс я очень советую. Испробована, и цена адекватная. Так что берите на заметку. Хотя я, кстати, не знаю, какая сейчас у них цена в связи с последними событиями в мире. И подскакиваю у него цены на все, что только можно. Это, конечно, не самая главная проблема сейчас, но все-таки цены тоже очень важны. Экономика, знаете ли. Ладно, неважно, мы с вами не для этого здесь собрались. Мы сейчас будем пробовать маркеры. Так, ну давайте начнем с желтых. У меня есть 33-й. Возможно, он будет соответствовать моим 33-м. Это где-то middle yellow. У меня еще 33-й где-то был. Не надо мне тут заливать, я помню. Возможно, он закончился, да. Ладно, у меня маркеры, если что, вот здесь я перед глазами. Поэтому я так странно смотрю в никуда. Ах, 20% осталось. Что ж, попробуем. Ну, блин, болото опять мне на руку не легло. Ну, ничего страшного. Ну и насколько ты течешь, дружок? Очень мощно течет. Очень мощно. Так, а если мы сейчас сделаем вот так? Да нет, они, кстати, нормальные вроде. Но они очень жестко притекают. Они прям ядреные. Так, давайте подпишем сразу. Это у нас 33-й. На колпачки абсолютно не соответствуют. 31-й по заявке на коробке должен быть... Вот сюда давайте подпишем куда-нибудь. Должен быть оранжевым больше, наверное. А, нет, 22-й. Блин. Ну ладно, давайте 31-й. 31-й это темно-желтый. Но, наверное, он здесь больше... Да, он коричневый здесь. Хотя у меня 31-й вроде бы был желтый. Темно-желтый. Ну, а здесь коричневый. Знаете, я уже придумала, короче, рисунок, которым будем с вами рисовать. Но по ходу... По ходу вот открытия маркеров я понимаю, что, возможно, это будет совсем не он. Оранжевый похож на... Флуоресцентный оранжевый из набора, который самый дешевый у меня был, с Wildberries, который черный. Он там под 123-м номером. Так. Так. Два красных. 12-й должен быть числогический. Какой-то больше даже малиновый. Ну да. Да. Вишневый, наверное, больше. Я не знаю, как там отображается. Честно говоря, с цветкоррекцией у меня все плохо. Но развиваемся постепенно. Да. Когда-нибудь я научусь нормально выстраивать цвет, чтобы вы видели все так же, примерно, как вы вижу я. Хотя, конечно же, мы с вами должны понимать то, что никогда не сойдется картинка и реальность. Все равно будут какие-то отличия. Второй. Темно-красный. Ну да. Плюс-минус. Вообще, нумерация почти у всех одинаковая. Поэтому можно спокойно ориентироваться по каким-то другим наборам. Ну, по крайней мере, такая нумерация у дешевых маркеров, а-ля там Touch 5. Вот у этих вот такая же нумерация Touch Sketch. Потом у кого еще. Ну, в общем, да. Вот маркеры, которые как Touch 5, они у меня, господи, хоть один. Ну, хоть один. Они у меня все уже по заказу... Очень много закончилось. До хрена зеленых. Вот-вот таких. Вот у них такая же нумерация. Говорит нам это о чем-то? Далеко не факт. Но настораживает, настораживает. Ну, что я могу сказать? Они растекаются. Видна разница между выкраской Artistix, которые хотя бы старались держать форму на этой бумаге. Да, кстати, скетчбук тоже от Artistix. И видны вот-вот-вот-вот эти вот, которые просто за границу уехали куда-то без визы и вполне незаконно. Но мы попробуем с ними что-то сделать. Раз мы смогли нарисовать виноград маркерами темпа... Темпа... Короче, я мазали вот этим набором, то я думаю, этими мы просто что-то сможем с вами изобразить. Осталось решить, что. Что-то супер-осеннее, конечно же, не хочется. У меня есть один вариант. Я нарисую скетч без вас. Уж простите. Не хочу вставлять. Мы здесь маркеры с вами тестируем, а не мой скетчевый скилл. Поэтому, да, я все нарисую, и мы встретимся с вами уже чуть позже. Но пока я больших надежд не стала бы возлагать. Итак, нарисовали мы с вами такую красивую... Такой графин с сангрией. Я думаю, что это сангрия. Глинтвейн, там корица обычно торчит. Ну да, будем считать, что это сангрия. Во-первых, скажу и вам, что для меня лично открылся какой-то новый мир с кетчинга маркерами. Так я до этого еще никогда не рисовала. И вот, что я вам хочу сказать. Теперь я намерена рисовать так постоянно. Предлагаю сделать видео и рисую целый день жрачку. Еще что я вам хочу сказать. Сегодня, 17 апреля, я впервые решила сделать себе выходной и всего пару раз списалась с заказчиком. Но потом сказала ему, что я решила сделать выходной, чтобы он отстал от меня. Шок. Но, как вы понимаете, после длительных рабочих будней в течение очень долгого времени очень тяжело перестроиться на отдых. Поэтому я решила, что раз в неделю буду уделять время не работе, а, например, учебе. Это все равно расслабляет, какие-то новые ощущения появляются даже. Я не знаю. Очень прикольно. Я сегодня день провела, однако научилась многому новому. Очень круто разжижает. Точнее, собирают в кучку мозги, заставляют что-то запомнить, чему-то научиться. Мне это очень понравилось. Ну и, конечно же, хотелось бы побольше рисовать. Сегодня я уже не знаю, получится у меня или нет. В общем, да, решила раз в неделю заниматься именно образованием. Не обязательно в сфере изобразительного искусства или дизайна, но и какое-нибудь побочное, так сказать, образование. Ну, типа экономики, знаете, ораторского искусства и прочей ереси, которая вроде как и нужна, а вроде как так хочется на нее хрен забить и вот сидеть и тупо рисовать. Но это все равно очень интересно, да. Я просто так сейчас это сказала. На самом деле, мне все это безумно интересно. И, конечно же, всему хотелось бы уделить время, но мы все прекрасно знаем, что времени очень ограниченное количество, особенно в этом промежутке жизненного пути, когда нужно вставать на ноги. Тогда я к чему про выходной-то сказала? То, что мы можем один выходной забить тупо на рисование еды вот в таком формате, чисто скетчинга, и там порисовать вместе. Ну, в плане сделать большой видос, вроде как рисую 12 часов подряд, но рисую 12 часов подряд еду. Вот так выходной, да? Прям целый рабочий день получается. Но там мне не получится 12 часов, как ни крути. Хотя, хотя... Мне прерыв в любом случае надо будет устраивать на обед и на прогулку с собакой. Но думаю, что-то из этого получится. Пишите в комментариях, интересно ли будет вам посмотреть такое видео с кетчинг еды подобный. Вот маркерами... Я даже не знаю, будут ли использовать обычные спиртовые, возможно, вот такие. Вот типа Tempo, который у нас был. Бруно Висконти, и, может быть, Шарпи присоединим, ну, такими скетчоум-меркерами. Но я считаю то, что нужно, наверное, от вот этого вот фудореализма отходить и начинать делать что-то своё. Потому что вот этот вот рисунок Сенгри, он показывает в определенной мере мой характер и мой стиль рисования, наверное. Мне очень понравилось, как это выглядит, и в этом чувствуется что-то моё. Вот помните, я вам рассказывала в предыдущем видео, когда мы рисовали хуманизацию радужного энергетика, что рисунок не мой. Ну, типа, вообще на душу не лёг. Так вот, этот на душу очень лёг. Там мы имеем цветовую палитру, которая мне абсолютно не свойственна, и, возможно, персонажа, который мне абсолютно не свойственен. Хотя, наверное, таких персонажей нет, но из-за общего настроения, из-за цветовой палитры и, в принципе, что-то такое радужное, это вообще далёкое от меня, то тут, начиная от палитры, ну, которую я, само собой, сама выбрала в магазине, да, очень долго стояла, убирала, что же можно взять, и подумала, да, что красных мне вечно не хватает, поэтому возьму-ка я красный. Нормальных красных у меня так как не было, так и нет, но вот зато есть такой прикольный набор. Сама тематика, еды, тоже мне очень близка, тоже мне очень нравится, и, возможно, даже именно в этом стиле я сделаю свою поваренную книгу. Теперь о самих маркерах. В целом, они очень клёвые, по ощущениям, они намного лучше, чем тот же Темпа, которым я сейчас рисую сто обувок, да, в Телеграме присылаю регулярный отчёт о том, как проходит этот мой новый такой маленький челлендж, да, я просто психанула после, опять-таки, видео с радужным мальчиком и решила, что мне нужно срочно тренироваться, делать обувь в разных ракурсах. По самим маркерам, ну, они здоровские, да, реализм им не нарисуешь, это всё-таки такие несерьёзные маркеры, которыми, вот, мы знаем, да, про какие я говорю. Но при этом, вот, за счёт того, что им не нарисуешь, реализм, опять-таки, открылся во мне какой-то новый, новый маркерный скичист во мне открылся такой и говорит, давай рисовать. Ну, здоровские, ну, клёвые, бесит рисунок на корпусе, вообще не понимаю, зачем он там нужен, мне это раздражает немного. Но, с другой стороны, возможно, именно по этому рисунку можно быстрее отличать, где пуля, а где долото, хотя я не применяла эти знания, потому что мне даже лень запомнить, с какой стороны должны быть эти дуваны. Но, возможно, со временем я запомню, но когда я их запомню, они у меня закончатся. Вот, скорее всего, так, поэтому, да. Цвета не совпадают с колпачками, не то, чтобы очень крутой набор, как я считаю, да, самый светлый у нас здесь жёлтый, но хотелось бы иметь какой-то посветлее, чтобы был какой-то прям плавный переход, может быть. Осенние цвета, они есть, осенние цвета, осенью нарисовать вполне себе можно. Можно нарисовать что-то типа Глинтвейна, опять-таки, или какого-нибудь Сангри, или что-нибудь ещё подобное. Я даже, мне просто фантазии не хватило, я просто что-то с утра выбирала, что приготовить днём. С утра выбирала, что приготовить днём, и это нормальная практика у меня. И наткнулась на всякие горячие шоколады, и я вспомнила про этот набор и подумала, что можно было бы нарисовать Глинтвейн. А потом подумала, что Сангри была бы намного лучше, потому что в Сангри обычно кладут цитрусовый, и тут у нас как раз есть жёлтый и оранжевый, а Глинтвейн, он, насколько я знаю, только такой красно-коричневый. Я очень плохо разбираюсь в подобных напитках, Сангри я пила только в бутылке, вот той, самой трёхлитровой, кажется. и Глинтвейн я вообще не пила, мне кажется, тёплые напитки с градусами, они просто фе. Сами маркеры очень лёгкие, и их, опять-таки, удобно брать с собой. У них очень тугие колпачки, доставит немного неудобств, если вы рисуете быстро, так же импульсивно, как я. Мне вот неудобно постоянно защёлкивать, у меня было пару таких конфузов, когда я на скорости просто не закрывала до конца маркер, потом благополучно о нём забывала, потому что использовала его буквально один раз, например, в работе, и всё это как бы приводило к тому, что он тупо высыхал. Вот. Это лично для меня минус. Если вы расположены к более такому медитативному рисованию, к более спокойному, то, конечно, вам должно быть, наверное, пофиг на всё это. То, что крепко закрывается, очень даже хорошо. И всё-таки есть в них какое-то отличие между теми Tempo и вот Bruno Visconsi. Во-первых, они вроде как меньше расплываются, и у Tempo у него всё-таки раскладывается цвет в некоторых маркерах на два, что с одной стороны может быть очень интересным эффектом, с другой стороны нафиг оно надо, если вы что-нибудь там рисуете, то, что требует какого-нибудь цветового соответствия. Но если мы так получше задумаемся, то вряд ли кто-то будет рисовать какие-то серьёзные вещи, которые будут требовать такой полной цветового соответствия, о чём мы говорили. Вряд ли кто-то будет рисовать это этими скетчевыми маркерами, до ужаса скетчевыми. кстати, заметили, как понятие скетча расплывается? То есть сейчас практически всё скетчами называют. По мне всё скетч. Да, я даже не знаю, что назвать не скетчами, то, что имеет фон или что. По-хорошему-то, конечно, только карандашные наброски, но, как по мне, подобный маркерный рисунок тоже можно назвать скетчем, потому что он занял очень маленький отрезок времени, он выглядит незаконченно, хотя, с другой стороны, а что тут незаконченного? Вот ваши мысли, что сейчас можно считать скетчем? Какие-нибудь типа подмалёвки, с которых мы, например, начинали девушку под дождём рисовать, хотя, по сути, там, вроде как и был фон? Или тупо карандашные наброски? Или подобные рисунки? Или более даже проработанные рисунки? В общем, да, напишите в комментариях своё мнение насчёт значения слова скетч. Мне очень интересно, на самом деле тема очень интересная, так что милости прошу в комментарии. И да, продолжаем, мы немного отвлеклись, и эти маркеры, они тоже скетчевые, они тоже такие дорожные, назовём, да, их норм брать с собой в какую-нибудь кафешку покалякать, или там на природу, или в дорогу, даже, тем более в наборе всего шесть штук, да даже если возьмёте больше, они правда нереально лёгкие, мне кажется, они даже легче, чем вот те темпа. Они очень удобны в руке, за счёт того, что они треугольные, у них не скользит само покрытие, даже несмотря на то, что они кажутся чуть-чуть глянцыми, в принципе, они приятные. Это не самый приятный маркер, который я держала в руке, скажу вам так, но они приятны на ощупь, и рисовать ими вполне себе комфортно. Я так и думаю, что я, скорее всего, буду их с тобой куда-то брать. Конечно, если они доживут нашего 12-часового трономического тура. Я рекомендую вам эти маркеры, для чего уже сказала, но на всякий случай повторю, для того, чтобы брать их с собой и скетчить вне дома. Это очень удобно. Или делать быстрые зарисовки скетчбуки. Если вы нацелены на какое-то суперкрутое и серьезное рисование маркерами, тем более на реализм, они вам не подойдут. Если вы планируете делать смешение цветов, они вам не подойдут. Они созданы для штриховки, заливки, но никак не смешение цветов. Они ужасно смешиваются между собой, точнее, вообще никак не смешиваются. Короче, отвратительно смешиваются. Я очень рада, что они у меня появились. То, что у меня появилось такое дополнение к моим темпам, которыми я сейчас активно рисую в скетчбуке. Точнее, убиваю его, потому что вы знаете, что люблю рисовать на двух сторонах. Но, когда рисуешь такими маркерами, вряд ли получится что-то нарисовать на обратной стороне. Поэтому, да, я сейчас сокращаю количество страниц в скетчбуке активно. И надеюсь, что мы с вами совсем скоро увидимся на обзоре этого скетчбука. Я купила себе подобное дополнение к своим шарпи, к своим темпам, и надеюсь, что скетчинг маркерами именно скетчинг, а не реализм, плотненько войдет в мою жизнь, потому что мне он нравится куда больше, чем реализм. Реализм уже как пройденный этап, как проба маркеров. Можно на них хорошо прочувствовать маркеры, но то же самое. Я понимаю, что реализм это совсем не то, чем я хотела бы заниматься, потому что тупо копирование работы, тупо копирование фотографий это, наверное, не верх того, что я могла бы делать. Я хочу все-таки делать свое, поэтому нужно от этого двигаться дальше. И вот именно они помогли мне. Низкий поклон запомню на всю жизнь. Видели ли вы эти маркеры в магазинах или нет? Я даже, откровенно говоря, не смотрела, сколько они стоят на Wildberries, и есть они вообще там. Скажу вам честно, если вы очень любопытны, загуглите, напишите, пожалуйста, комментарии. Я обязательно буду заходить еще в этот магазинчик, мало ли найду там еще какие-нибудь новинки для нас, потому что все-таки что-то новенькое был ежедневник стали маркера. Неплохой апгрейд такой получился. Ну, а вам спасибо огромное за просмотр. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал, если вы на канал еще не подписаны. Я буду ждать вас в своем следующем видео. Ну, а пока что всем пока!